Весь город предварительно был разделен на зоны, требующие особого внимания. Как всегда, более многолюдно было в парке сахарного завода. Сюда вышли более 150 человек, учащиеся педагоги кадетского корпуса, коллективы администрации города, городского совета, представители префектуры Южная. Я сегодня как житель города, участвующий в субботнике, и на личном примере показать, что это важно, что это нужно, можно прийти и просто поучаствовать. Естественно, жители нашей префектуры откликнулись на призыв поучаствовать в субботнике. Поэтому сегодня народу будет много. Работники коммунальных служб, в числе которых Горгаз, предприятие Дорожник, Тамбовская сетевая компания, пришли на уборку сами и выделили специализированную технику. Машины для переработки, измельчения веток, тракторы и большегрузные автомобили. Все это задействовали в сборе и утилизации прошлогоднего мусора, которого в итоге было вывезено 15 КАМАЗов. Бытовой мусор, заросли сухостоя, прошлогодние листва. Та же самая картина и вдоль дороги на Кагатное поле. Уже на протяжении нескольких лет порядок на этом участке обеспечивает сахарный завод. Закреплена вот эта территория, мы ее каждый год, когда проходят общеградские субботники, и мы принимаем активное участие в уборке тоже этой закрепленной территории. У нас сегодня здесь 39 человек. Также выделена администрация завода, выделена техника, два КАМАЗа, погрузочная техника. Вместе со всеми участие в субботнике принял глава города Владислав Денисов. Местные жители не упустили возможность поблагодарить городоначальника за уборку парка и расспросили о дальнейших мероприятиях по его благоустройству. Мы в дальнейшем планируем именно в этом году уже провести работу, а сейчас проводим соответствующие торги стоимостью около 350 тысяч, где выберем партнера, который нам проведет частичную уборку от густой сорной растительности парка. Мы поставили скамейки, к сожалению, их поломали, сожгли, но мы понимаем, что людям они нужны, и в этом году постараемся вновь поставить несколько скамей. Большой объем работ был произведен по ликвидации несанкционированной свалки в Первом микрорайоне, там, где раньше располагались коррекционная школа и детский сад. На субботник вышли представители коллективов централизованной бухгалтерии и отдела образования. Сегодня мы вышли дружно, нас около 60 человек, мусор собрали около 200 мешков. У меня убедительна просьба к жителям близлежащих домов больше не царять эту территорию, поскольку мусор весь бытового характера. Поэтому давайте оставим эту территорию чистую, таким, каким сегодня мы ее вам предоставляем. В целом по городу был произведен большой объем работ. Ветераны Афганистана и локальных войн, представители епархии и мемориальной компании трудились на территории кладбища. Коллективы спортивной и школы искусств наводили порядок у своих учреждений. Библиотека и многофункциональный центр защищали территорию, прилегающую к пруду. Мы здесь ежегодно принимаем участие в субботниках. Вышли с хорошим настроением, с настроем, уже достаточно большую территорию очистили. Будем работать на благо родного Увара, чтобы он был чище, краше, с нашей помощью. Территория пруда, второго микрорайона в этом году участвует в голосовании, поэтому я считаю, особенно важно, чтобы здесь было чисто. Владислав Денисов поблагодарил всех, кто принял участие в общегородском субботнике. Все зависит от нас. Только вместе мы сможем сделать так красиво и чисто. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, кто принял и будет принимать активное участие. Большое спасибо. И думаю, что мы продолжим эту работу не только в рамках субботника, но и в течение всего сезона. И, конечно, не будем сорить. По инициативе главы города, которую все дружно поддержали, трудовые успехи завершили активным отдыхом. На чисто убранном футбольном поле между кадетами сборной администрации и горсовета устроили спортивные состязания. Участники набивали мяч и били поворотом. Надо сказать, что более юные ни в чем не уступали более опытным. В итоге разрыв в счете оказался совсем маленьким. Поэтому победа отдаётся кадетской школе! В качестве приза победителям было обещано бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце «Сокол». Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город.